Иное измерение русской культуры. Леонид Николаевич Андреев «Московское лето наступает» Читает Евгений Брозов-Брушковский Безжалостное московское лето вступает в свои права И измученный всякими темами «Москвич ищет только одного отдыха». И он прав. Питомец муз и грации, Растерявший силы между театрами, Книгами, выставками и трудом. Долой серьезное искусство! Долой вопросы комиссии, комитеты! Долой и труд! Коли возможно, и куда-нибудь подальше от Москвы, В крайнем случае, хоть на бега или на скачке. Физиономия Москвы меняется не по дням, а по часам. Словно сальное пятно, оттаившее на солнце, Москва расплывается вширь, И, если взглянуть на нее сверху, В глаза бросаются нагруженные вазы, Расходящиеся от нее во все концы поезда, Ежедневно уносящие Тысячи спаленных солнцем обывателей. От них пахнет асфальтом, В волосах они уносят пыль, А в ушах Немолчный грохот, подвод, экипажей, Звонки конок, Крики разносчиков. Центры пустеют, Еще светло, А на главных улицах беззалюдно, И странное впечатление Чего-то замершего Производят закрытые темные окна магазинов. Зато Кишат толпой бульвары. Своебразна эта толпа, Московская бульварная публика. Словно по обязанности Мерно движется она С одного конца бульвара в другой, Под глухие рыкающие звуки оркестра, Заглушаемые громом уличной езды. Лица утомленные, невеселые, Говорят, смеются, но без радости. Сотни жертв общественного темперамента Пестрят яркими красками костюмов и лиц. И так странны, жалки и пошлые Эти крашеные лица При дневном безжалостном свете. Это все каторжники городской жизни. Накрепко прикованные к своей тачке, Они обречены гулять все лето В одном узком, Отмежованном для них пространстве бульвара. И они гуляют, гуляют. Незнающие свободы, Многие из них и не ищут лучшего, И довольны серой зеленью обломанных, Искалеченных лип. И с радостью дышат воздухом, Который не весь пыль и асфальт. Затихла езда, Последний марш сыгран оркестром, Ночь и прохлада спускаются на бульвары. Громче становятся голоса, Быстрее и развязнее движение. Местами в пение или крик Переходят голоса, Но теперь лучше уйти с бульвара. Многолюднее становятся окраины. Все, что зимой пряталось в гнилых подвалах, В углах, в клетушках, Выползает наружу, Сидит у калиток, Лущит подсолнухи, Беседует и играет на гармониках. Гармоники положительно преследуют. Звуки их несутся со двора и из садов, Из открытых окон портерных и трактиров. И везде, куда не пойдешь, Между ногами вертятся дети. Какая масса их! Не имеющие теплых костюмчиков И задохнувшиеся за зиму, Они устраивают на улице Свои нехитрые игры, Бегают, кричат, дерутся, Заполняют каждую пять свободной земли. Многие из них Никогда не видали травы, И никогда, пожалуй, ее не увидят. Камень снизу, Камень с боков, Вместо хлеба Камень, Все камень. Сотни тяжелых подвод, Нагруженных кирпичом и железом, Тянутся мимо них, И в адской музыке Железа и камня Тонут детские голоса. И возле подвод, И за подводами Движутся серые фигуры, Которые летом Заполнят Москву, Покинутую москвичами, И как саранча Расположатся всюду, Где нужен летний труд. Они будут приводить В исполнение предначертания Управы И жарятся под солнцем, Устраивая Ту самую мостовую, Которую будут бронить Москвичи, Вернувшись из летнего Отдохновения На лоне природы. Они будут складывать Из кирпича стены, В которых Москвичи впоследствии Будут обсуждать Их судьбы, Будут лепиться По лесам, Падать вместе с лесами Или отдельно, Как устроит подрядчик. Пустеет хитров рынок И проточный переулок С их ночлежными домами. Прокисший воздух Мужественно борется Со свежим, Пока те груди, Которые всю зиму Дышали им, Разбредаются Порощем и дачем, Дрогнут в холодной ночи И мокнут под кустом В дождливые дни. Трепещут дачники В сокольниках И иных местах И тщетно утром Доискиваются Украденного С террасы полотна. Всех безразличия Принимает Великодушная природа На свою лоно. И те, Кто не имеет паспорта, Обоняют Тот же запах Молодого Распустившегося листа, Как и люди, У которых Все бумаги В порядке. Но нельзя Оставлять природу Без коррективов. И в темные ночи Осторожно Надвигаются Темные фигуры, Поблескивающие Бляхами. То Облава На беспаспортных. А утром Десятки Их разводят По участкам И радуются Неожиданной пище Участковые клопы. Зорче Следят Со своих Вышек Пожарные И чаще Появляются Шары И красные Огни. Там и здесь Вспыхивают Пожары, Украшающие Москву. В пепел Обращают Домишки И на улицу Гонят Бедноту. Лето. Московское Лето Наступает. Однажды Я встретил Одного Очень Симпатичного Но Прилипчивого Юношу. Накануне Он узнал О существовании Шубенгауэра. Прочел Первую Фразу Его Труда «Мир Есть Ничто Иное Как Мое Представление». Это Дало ему Несомненное Но Загадочное Для меня Право Глубоко Презирать Мою Персону. Он Решительно Отказывался Верить, Что я Тоже Слыхал О существовании Шубенгауэра И Презрительно Улыбался. Иногда Он смотрел На меня С жалостью И пронзительно Вздыхал. Но В то же Время Он Не хотел В силу Врожденного Великодушия Признать Меня Окончательно Погибшим Человеком И Старался Кое-что Сделать Для меня В отношении Шубенгауэра. Ранним Утром Это было На даче Он Приступил К разъяснению Смысла Фразы Мир Представления. Я ушел В лес И Он Под предлогом Прогулки Пошел В лес И Разъяснял Я Полез В воду Но И он Полез В воду Окунаясь Я слышал Шубен Высовывая Голову После того Как дальнейшее Пребывание Под водой Становилось Невозможным Я слышал Гауэр Он Был Неумолим Я Клялся В зашедшем Месяцем Что Знаю Шубен Гауэра Я Рассказывал Дальнейшее Что Следует За роковой Фразой Мир Представления Но Он Не читал Дальнейшего И не верил Чтобы оно Принадлежало Шубен Гауэру В природе И в глазах Моих Стало Темно Не знаю Чем бы Все это Могло Кончиться Если бы Не вступились За меня Родители Прилипчивого Юноша С трудом Оторвав Его От меня Они Отправили Его Спать Попытка Его Разговаривать Со мной Через Стену По счастью Не удалась Ввиду Толщины Разделявших Нас Бревен Читано По изданию Полное Собрание Сочинений Леонида Андреева Том Шестой Санкт-Петербург Издание Товарищества Маркс 1913 Год